итак ну что же ариару мои маленькие любители покушайте у микрофона как всегда ваш покорный слуга мамору и эта сборочка по покемонам и мы продолжаем мое удивление вы даже слишком как-то быстро набрали нужное количество лайков под прошлым эпизодом я честно сказать этого вообще никак не ожидал ну а значит эта серия будет записываться сейчас же и без перемедлений за кадром я достаточно много чего исследовал достаточно много чего делал и изучал и в принципе достаточно большое количество времени за кадром у меня было уделено этой сборочки и этому самому нашему прекрасному миру в частности как вы можете повыглядеть по статам и по движениям наш мьюту обзавелся очень очень многим интересным у него есть рекавер который позволяет восстанавливать ему жизни ну и также небольшим изменением подвергся нашим ю тоже у него какие-то способности вкачались благодаря тренерам которых я находил достаточно сильные у нас покемона по итогу получились эти даже здесь есть босс у нас на удивление вообще не ожидал его здесь увидеть попробуем с ним сразиться вряд ли у меня конечно получится победить но мы попробуем все таки одна атака псих страйка наносит бедриллу от столько урона этот к слову осилим ю юту сейчас просто огреб по полной зато он смог по идее одолеть его мы получили с вами орбов один из тех моментов которыми не могу не порадоваться ну раз мы получили орб пускай у нас будет здесь использоваться я к сожалению не помню как именно его нужно заполнять ладно я думаю эти мы определимся попозже конечно тема с получением орба была крайне неожиданная для меня но тем не менее меня радует то что мы его смогли с вами заполучить тем не менее все-таки я хотел бы вернуться к основной теме видеоролика я хочу поймать трех легендарных покемонов которые мне понадобятся в дальнейшем и которых я буду не сказать что использовать но в итоге они мне пригодятся это вот он он и он их поймать будет мне достаточно проблематично и не просто но мы с вами все-таки попытаемся я уже заранее полетал заранее поизучал и мне достаточно и у меня достаточно уже есть практически все подготовленного для их получения предлагаю к первому отправиться это к покемону азельф и поимки этого покемона мы с вами отправляемся в биом форест по идее в этом форесте нам нужно было бы найти подаем мы это раз выдаем 2 там выдаем по карте тоже его можно найти я надеюсь то что этого мне достаточно хватит для того чтобы его сюда нам призвать но просто его призвать как мы делали это смею с прошлой серии не получится поскольку этот покемон спавнится в определенное время если зайти на официальную вики покемонов азельф спавнится в биоме форест по самой воде а также нужно учитывать то что время спавна у него утро час мы видим закат значит мне нужна кровать кровать у меня есть вода есть биом форест есть мы здесь пим я не знаю насколько эффективно у меня получится поймать из-за какого раза мне это все получится поймать но мы с вами будем пытаться сразу не теряя времени я пишу спам лейдерри ничего не произошло пытаемся еще раз за цен до спавнился в биоме форест замечательно но за целом не нафиг нужен мне нужен азельф азельф вас так берем сразу мастер-бола и этот с вами азельф он должен где-то в воде заспавнится был пытаемся сейчас с вами этого зельфа найти покемон по идее до жути маленький и поэтому его нахождение будет достаточно проблематичным вот он вот он вот он вон он привет давай так сражаемся с тобой 50 уровень у азельфа использую мастер-бол и которые я надо был за серии а все потому что я около 20 часов бегал по измерению который называется ультра космос искал там изучал и в принципе надо было достаточно количество ресурсов и вот эти вот мастер-бола я там находил я успешно нахожусь с вами азельфа учатся нашего первого насколько я знаю я ничего не знаю об этом покемоне и что у нас с вами выйдет из его поимки тоже я ничего не знаю но я надеюсь то что у нас все успешно с вами получится сейчас же мы с вами переходим получается ко второму местоположению для этого я азельфа получается выключаю имя по идее осталось два сейчас покемона которых я хотел бы поймать сейчас это юкси и мэсприд пойдем к мэсприду он находится от нас по идее недалеко и до него мы сможем успешно добежать и его следующим покемоном себе поймать пересмотрим информацию по этому покемона на той же каким он вики мэсприд помнится в бич форест на поверхности воды а он доска идея если я все правильно понял и почитать википедию то это что-то между закатом и полной темнотой и сейчас мы получается будем ждать этого времени где от солнца папа конечно я ждал солнца но нашел босса пойдем с ними сражаться то меня слишком даже быстро как-то электробас улетел на этом пусть я одна я буду использовать медику x-форму биту и давай макс майнсторм и он просто улетает у него хпшки у этого босса 130 лэвла против 100 лэвлом youtube победа над боссом была издичайший получили даже мы камень мега эволюцию очень классно в идее мы сейчас с вами в таком случае должны ждать заката ну ладно подождем тогда так вот и закат сейчас мы снова пишем вот этот команду пока не призовется наш покемон на резин заспавнился так перима не шевелимся и пытаемся найти его вот куда ты заныкался я тебе ищу а ты просто заныкался негодник такой так покеболы и мастер болы поймали мы мисс сприта ты лишь привет братан их можно было бы как-то попытаться поймать более вручную используя quick ball и конечно но это так долго что на самом деле использовать мастер болы на поиске которых уходит около 20 часов оказывается намного намного быстрее так все покемонов мы убираем и осталось у нас получается финальный покемон которого мы хотели бы с вами поймать попытаться по крайней мере поймать и посмотреть что из этого выйдет юкси последний покемон который находится аж на расстоянии 1400 метров от нас и мы туда будем как-то успешно скакать вот мы уже по идее здесь юкси это получается последний покемон из ленидарные вот этой вот троицы нашей который спавнится в руфит форест мы находимся в доме руфит форест также он спавнится как и другие наши покемоны в воде и время спавна автомун был переводчик помоги если верить официальной википедии майнкрафт а тут в принципе не существует такого времени как автомун но если пользоваться банальной логикой то это время когда примерно солнце будет получается выходить из зенита в сторону заката для этого нам нужно как ни странно поспать раз мы с вами спим и получается дожидаемся время вечера после того как у нас получается солнце будет и к закату и только после этого будем пытаться призывать этого самого покемона солнце у нас такой вот фазе я надеюсь что это правильная фаза новому пишем эту команду и снова пытаемся призвать юкси у пфу кто о юкси а вон и ты так и пробуем сейчас ее сразу поймать в мастер-бол по уже очень отработанной тактики без особых каких-то проблем пойман у нас юкси и ленгендарная тройка покемонов у нас уже получено давайте сразу все идем ко мне я на хочу на вас посмотреть давайте вы ко мне лицом повернетесь они попой ну блин не знаю как относиться к этим покемоном они по идее у нас четвертого поколения и что-то них такого сверхординарного конечно же сказать я не смогу тоже мы сейчас по идее берем и отправляемся домой а уже дома мы будем пытаться что-то придумать что нам делать дальше плане изучения и распахивания этого чудесного невообразимого мода я сейчас еще немножко более углубленно поизучал вопрос по дальнейшему продвижению не как ни странно у всех этих трех покемонов нужно поднять уровень до 60 а вместе с этим уровень части мне нужно поднять до максимума это 255 уровень части хорошо что мы начинаем с ними не с нуля тем не менее как вы понимаете уровень часть мы можем поднять либо ожиданием когда они у нас бегают в мире либо поднятием уровня сейчас попробую вместе с вами прокачать до 60 уровня и насколько сильно изменится у них счастья ну а просто бегая допустим они где-то по свету у нас в части будут продвигать очень очень медленно и потратить на это какой-то неправомерно большое количество часов ну а прежде чем продолжать видеоролик и я бы хотел продолжить традицию нашего небольшого интерактива а именно я просто серии спрашивал у вас что это за покемон достаточно большое количество людей правильно угадывали его имя и правильно угадали что это именно me you ну а назвать этого покемона я хочу по просьбе вот этих двух имитаторов именно вот так ну и для продолжения традиция нашего небольшого интерактива, я хотел бы у вас спросить и ввести что-то новое, что это за покемоны? И каждый, кто правильно укажет их имена, сможет дать им собственные. Ну а также мне хочется поблагодарить всех и каждого, кто активно принимал участие в предыдущем интерактиве. Я надеюсь, что в этот раз вам повезет больше, ведь шанс назвать покемона из этого интерактива гораздо-гораздо выше. Ну а также мне хочется отдельно поблагодарить всех и каждого, кто просто пишет комментарии, дает какие-то советы и просто принимает активное участие в жизни этого канала. Ну а на этом не смею вас больше задерживать и мы продолжаем наш видеоролик. Ну и после небольшого таймскипа, который занял всего лишь несколько часов, мы возвращаемся тем, что наш Азельф, Юкси и Мэсприт все 62-го уровня и всем с уровнем счастья 255 единиц. Это значит ничто иное, как теперь мы их можем использовать на Алтаре Времени. Надеюсь, вы мне все простите, то что прокачку я их опустил, поскольку это не самый интересный процесс. Получается, для Алтаря Времени мне потребуется три рубина и один из вот таких вот камней, которые я собирал в процессе прохождения, буквально начиная с первой серии, при убийстве боссов есть определенный шанс выбить один из этих камней. В принципе, все три мне выпали и вообще никаких трудностей не составило мне в их получении. Но сейчас я полагаю, что мы сможем использовать только один из этих камней. Я, пожалуй, остановлюсь на вот этой вот сфере. Главное, что они у нас всегда с собой есть. Я думаю, что за кадром я уделю побольше внимания им и уже мы с вами все сможем сделать, только нам нужно сначала найти Алтарь Времени. Его я где-то уже находил, вот он по идее у нас, причем недалеко от дома. Сейчас мы туда полетим и я все подробнее объясню, что где и как я хочу. Ну и дальше я буду использовать вот эту вот странную структуру, которую можно найти где-нибудь в биоме Extreme Hills. Я очень, на самом деле, этих много где алтарей встречал и поиск их не составляет вообще никакого труда. Нам он понадобится для того, чтобы вызвать прародителей покемонов, то есть самых легендарных и самых, наверное, лучших покемонов, которые якобы есть здесь. Для этого нам нужно было создать вот это вот наше озерное трио. Сейчас мне понадобятся рубины, то есть те камни, которые можно в принципе найти где-нибудь гуляя по миру. Я должен сейчас по идее рубином тыкнуть по каждому из наших этих покемонов. А, ну да, все работает, просто нужно левой кнопкой мыши бить этого самого покемона. А зельф при этом всем у нас теряет 20 уровней и 55 части, но в принципе не так серьезно, я думаю будет хуже. Теперь нужно проделать то же самое с Юси и с Минспиритом. Замечательно, теперь мы получили, получается, камень эмоций, камень знаний и камень пил павер, типа сил. Ладно, теперь все эти три камня нужно на крафте соединить в эту рубиновую цепь. Замечательно, и эту рубиновую цепь мы должны поместить на алтарь времени. А после мы должны воспользоваться как раз одним из этих трех камней. Именно потому, что при использовании, а именно при создании этой цепи, тратится большое количество левелов у наших покемонов и уровней счастья. Я не смогу в данный момент использовать сразу все три камня, мне потребуется какое-то количество времени на перезарядку их уровня и на перезарядку их счастья. И скорее всего остальные два камня я буду использовать уже в следующей серии, но пока что мы ограничимся только вот этим орбом. Мы сейчас вот эту вот, получается, цепь помещаем сюда правой кнопкой мыши. Уже какие-то частицы происходят, что-то уже вращается, помещаем здесь орбы. Не забываем, конечно, взять мастер-болл и что-то происходит. Ну, открывается портал и вылезает... У-у-у-у-у! Привет! Ё-моё! Палка... А, палки! Прошу прощения! Я даже чтобы, братан, пытаться сражаться не буду. Я надеюсь, ты меня простишь за это. Я сразу буду помещать тебя в мастер-болл. По-моему, это очень разумно. Замечательно. Сколько? 1100 xp каждому за поимку. Ну и, по идее, таким образом мы с вами поймали первого временного легендарного покемона. И... Аааа! Клауду Ватчер? Это, по идее, смотрители за облаками. Да? Оу, я на тебя... Ну да, я не удивлен, я на тебя могу летать. Привет. Кстати, сразу ему этот орб дается. Я так понимаю, с ним будет у него наибольшая обилки. Я хотел бы тебя чуть поподробнее узнать. Злобное лицо? Неплохо. Я думаю, что у тебя и без этого скилла очень злобное лицо. У тебя есть по атакам слэш, акваринг и драконий спелл, драконий коготь. В принципе, достаточно мощный покемонт даже на старте. Получилось у нас. А теперь, пожалуйста, предстань у нас в своем великолепном образе и подобии. И как же ты шикарен. Да, моделька у тебя гораздо лучше. Даже не получается тебя во все объятия увидеть не наразово. Но я думаю, что остальных двух покемонов, которые призываются благодаря вот этим двум камням, мы будем призывать уже в следующей серии. Только по той причине, что вот на перезарядку вот этих вот трех наших покемонов из озерного, так называемого, триба нужно какое-то очень достаточно длинное время. Но я думаю, что к следующей серии я уже подготовлюсь и еще одного такого уже временного покемона легендарного мы сможем с вами призывать. А может быть, даже если получится и сразу двух. Также хочется сказать, что я с вами начал закадрово заполнять еще один орбок, который мы нашли в начале серии. В этот раз я поместил в него грозовой камень. И пока я прокачиваю этих покемонов, он потихоньку заполняется и не будем за этим гнаться. И если заполним его, то еще одну грозовую птицу мы с вами успешно призовем. Но я думаю, что потихонечку мы на таком прекрасном моменте будем с вами заканчивать эту серию. А следующая серия, я вам напоминаю, то что будет записываться незамедлительно, как только вы набираете под этой 20 лайков. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Ну, а дальше только интересней.